Всем доброго времени суток! Приветствую на канале История в Монете. Приехала мне сегодня хорошая монитосина. Давайте же на неё вместе взглянем. Так. Надо открывать аккуратно. Значит, будем открывать аккуратно. Я не пойму, где тут начало. Где-то, наверное, вот тут. Вскроем пациента. Тик-тик-тик. Тик-тик-тик. Интересная цветная бумажка. Сейчас наш юный коллекционер Даня снова скажет, тебе прислали монету, а ты балдеешь от бумажки или что там было в прошлой распаковке. А, коробка с-под чая. Он тогда написал, что тебе полтысячи монет прислали, а ты смотришь на коробку из чая. Не, ну хорошая же бумажка. А монета в ней ещё лучше. Это, как вы видите, серебряный баксик. Ой, куда-то лапы уехали, может и не видите. Серебряный баксик. 1884. Так называемый, Морган Доллара. Такая монетка уже в моей коллекции есть. Стоит такой зверь в слабе. В таком состоянии тысячи две гривен. Ну, у меня удалось, мне удалось купить дешевле. Где там продавец сделал небольшую ошибку. Он поставил окончание торгов. Торги заканчивались в будний день утром. Ну и, соответственно, так делать не надо. Многие люди в это время на работе или ещё где. Или забывают, или не могут торговаться. Лучше всего делать на вечер. Где-то, чтобы ваши лоты заканчивались там хотя бы в восемь вечера. В диапазоне там от 20.00 до 23.00. Когда люди дома сидят. Но ещё не спят. Очень интересная монета. Очень красивая. И очень известная. Обзорчика на эту монету ещё не было. Но будет такой же доллар. Только там 85-й год у меня в коллекции есть. Очень красивая штуковина. Многие спросят, что это за коробка. Коробка эта называется Slab. Есть несколько известных фирм. Которые занимаются грейдингом монет. То есть, это, ну, по сути, это монета закрыта герметично. С гарантией подлинности. Определённая, идентифицированная. И у неё определено состояние по 70-ти бальной шкале. Ну, как это выглядит. Во-первых, есть три таких известных самых фирмы. Это NGC. Вот это. PCGC. И Anax. Ну, примерно так оно звучит. Их слабы. И, ну, все вот эти наклейки отличаются немного друг от друга. Но принцип тот же. Тут мы видим, во-первых, голограммку. Весьма сложную о том, что это слабо оригинальный. Так как бывают и подделки самих этих коробок. Или, к примеру, коробки там аккуратно вскрывают и туда ложат подделку. Ну, разные случаи бывают. Всё так не расскажешь. А на другой стороне мы видим год монеты. 1884-й. Монетный двор О. Буковка О. Это, по-моему, Орлеан. Ну, я не уверен. Надо будет посмотреть. И номинал монетки. 1 доллар. Потом идёт оценка состояния по 70-ти бальной шкале. Тут MS63. Что значит MS63? MS это сокращено от Mint State. То есть, сохранность после чеканки. Обозначение MS это для тех монет, которые не были в обращении. То есть, MS, Mint State. Банковское состояние, состояние после чеканки. MS начинается от циферки 60 и до цифры 70. 70 это самый высокий грейд для любой монеты. Если, к примеру, монета Proof, то здесь дописывается, что там монетка MS63 Proof и так далее. Ну, там свой идёт уже, своя система. Вообще-то обозначений очень много есть на слабых. То есть, если монета, к примеру, чищенная или какие-то, ну, какие-то моменты есть, типа разных царапинок и так далее. Это всё обозначается. Обозначений есть очень большое количество. К примеру, если мы возьмём медь в состоянии MS, это может быть стоять буковка B. Это означает brown, то есть, медь коричневая, медь в коричневой патине, но без обращения. Потом идёт red brown, то есть, красно-коричневая. Это монета с патиной, медная, но на ней просматривается штемпельный блеск. И MSR. R это сокращено от red, то есть, red красная медь. То есть, монета медная, ну, или бронзовая, совершенно без патины, в ярком штемпельном блеске. Соответственно, такие монеты red, красные, с ярким блеском, выше всех ценятся, особенно если это царизм. Да, я, наверное, многим новое что-то скажу, но на самом деле царские монеты медные. Даже весьма ранее, к примеру, Николая I или Александра, они встречаются в штемпельном блеске. Ну и стоят, соответственно, немалых денег. Но вернёмся к нашим баранам. Ниже MS идёт обозначение AU. AU, это если вы вот в лесу заблудились, вы орёте AU, вот и тут так пишется AU, только значит оно about uncirculated, то есть, практически без обращения. Это монетка, а также там со штемпельным блеском и так далее, но монетка всё же в обращении была и по руках походила. А AU, about uncirculated, это от 60, точнее от 59 до 50. И дальше идёт ближе, ближе, ближе к единичке, то есть, чем ниже, тем состояние хуже. Но эта тема весьма такая сложная, так за раз с этим не разберёшься. Дальше у нас идёт номер вот этого вот сертификата, этой монетки по их системе, по системе NGC. То есть, если вы зайдёте на их сайт, как расшифровывается NGC, вот, NUMISMATIC GUARANTY CORPORATION. Если вы зайдёте на их сайт и введёте вот этот номер, то вы увидите фотографии именно этой монеты и увидите дополнительную информацию. К примеру, какая была партия монет. Вот смотрите, 0.30, вот, это вот первая часть, часть номера, это вообще порядочный номер монеты, вот, загрейженной. Ну, насколько я помню. А 0.30 это номер монеты в партии, которую принёс вот её, ну, или прислал её владелец на грейдинг. То есть, как минимум, 30 монет вот с одних рук у этого человека они взяли за раз. Эта монета была 30-й. Насколько я помню, это именно так расшифровывается. Кроме того, вы можете посмотреть там и другую интересную информацию, к примеру, о том, сколько вообще монет загрейжено вот именно таких, именно в таком состоянии. К примеру, у меня была, по-моему, 1 четвёртая копеечки Николая в штемпеле, в штемпельном блеске. И таких монет вот в таком состоянии было загрыжено всего 4 штуки этой компанией. Таких долларов, конечно, я думаю, будут тысячи, так как эта монета популярная, тем более в Соединённых Штатах, там этот грейдинг, он очень-очень популярный. И в зависимости от грейда цена очень сильно меняется. То есть, если бы тут было МС, допустим, там 68 или 69, то за неё просили бы уже не 2000, а, наверное, 1020. От грейда очень многое зависит. Ну и кроме того, посмотрев фотографию на сайте NGC, вы можете убедиться, что они загрейдили именно эту монету. То, что слаб, эта капсула не вскрывалась и туда не подложили подделку. Кстати, вскрыть её, тем более незаметно, это весьма-таки сложная задача, так как она запечатана тут герметически. Она закрывается только в одну сторону, вскрыть её обратно нельзя, можно только сломать. Не все люди, кстати, любят монеты в слабах, но как бы там ни было, они всегда стоят дороже и вызывают больше интереса. Исключение это монеты антики. Люди, которые собирают античность, всё же интереснее держать такие монеты в руках. Но ещё в чём польза, особенно если загрежена медь, вот представим, что тут, допустим, там пятак Николая II, медный, да, в штемпельном блеске. Ещё в чём ценность, вы не боитесь, что монета повредится, что на монету повлияет влага или какие-то испарения вредные от мебели, допустим. Вы не боитесь, что какой-то дурак там по глупости вашу монету залапает пальцами для серебра, это не так страшно, вот для меди штемпельной это очень опасно. А так у вас монета вот в такой, в таком кейсике, скажем так. Есть специальные боксы для хранения монет в слабых. Люди тоже их покупают, стоят они иногда тоже немало. Ну, такая интересная монета. Я думаю, обзорчик вот конкретно по монете будет ещё более интересный, так как там информации очень много. Кстати, тут на лицевой стороне, ну это богиня свобода, но изображена тут учительница Анна Вильямс, которая уже давным-давно умерла, а вот на монете осталась навсегда. Такая интересная история, думаю, обзорчик будет интересно посмотреть. И ещё, что интересного купил, сегодня приехала, я не знаю, как это показать, это что-то уронил. Эта штука огроменная, я покажу только часть. Это шахматы, доска и фигуры, но посмотрите на размер этих шахмат. Доска, она просто сюда на стол не поместится, она, наверное, с полуметровой длины. Фигурки резные из дерева, сделаны очень красиво. Вот, посмотрите на размер. Эта фигура, как моя ладонь. Давайте ещё что-то потяну. К примеру, вот. Смотрите, как толково сделано. Ну, это пешка, насколько я понимаю, я ещё их подробно не рассматривал. Смотрите на размер пешки. Все фигуры до единой вырезаны вручную из дерева. Ну, вот эта тура, она просто выточена, да. Ну, всё равно, аккуратно. А вот эта, конечно, требует... Требует большого мастерства. Сделать такие лошадки. Как-то я сделаю обзорчик на проходы шахматы и так далее. А пока что... Пока вы будете смотреть... Вот здесь небольшой скольчик есть. Ну, без мелких дефектов. Таких тонких деталях, к сожалению, не обойтись. Ну, вот, пока вы будете это смотреть, я пойду куплю себе, наверное, хот-дох. Схаваю немного канцерогенов. Может, подобрею. Всем спасибо за просмотры.